Привет, коллеги, любители творчества и просто случайные зрители. Сегодня мы будем продолжать работу по сварке полуавтомата. На этот раз, я думаю, занятыся протяжкой. Я долго думал, как это сделать. Перечиски начинал несколько раз записывать видео, но упирался, к сожалению, в непонимание, с чего начинать. Мабуть, месяц назад было видео Дмитрия Бербраера по поводу шайб для катушки. И я понял, что это хорошая идея. В принципе, сейчас займемся проточкой шайб. Уже будет понятно, куда девать катушки, как их крепить, и что с ними делать дальше. Делал, я думаю, пустя вот этот блинчик, который остался после затяжки зигмашинки. Вот, зигмашинка в свободе. Все класс. Мы его проточим понаружи, обдарем, проторцуем, перевернем. Потом, наверное, распустим на пополам болгаркой. Да, это труд, конечно, такой титанический. Но, я думаю, должно все получиться. И получим две шайбы. Одна шайба с этой стороны. Другая такая шайба грибочком. С другой стороны. Это все будет через болт. И крутится вот там, в моей сварке, полуавтоматами. Периодически всплывают комментарии по поводу того, что зачем было заморачиваться, надо было купить новую сварку. Все таке. Да, все правильно. Я с вами абсолютно согласен. По деньгам воно получается, а это все самодельное чудо дороже, чем китайская сварка. Но, я так думаю, что по надежности воно будет ее превосходить во много раз. Да, ну и вообще. Идея построить самостоятельно. То есть, дадать цель. И, хай не быстро, ну маленькими шагами до ней дойти. Диаметр блинця, вот тут вот у основы, такий, как и он был, 70 миллиметров. 70. Зверху, тут он одрубаный чем-то таким. Ну тут меньше, 68. А так он овальный, вообще там 67. И так получилось, это все дело проточити до круглой формы. Воно было страшное, кривое, но уже воно кругленькое. Теперь этот блинчик сейчас переворачиваю обратной стороной. И убираю это, торцую, ну вот, то есть делаю его цилиндрить из кем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пользуюсь случаем, решил цей, всю заготовку просверлите. В чем профит? Да, профит в том, что операция центровки всего одна. Передварительный проход тоже один. Меньше времени теряешь на перестановку сверл всяких. Пользуюсь случаем, хочу еще раз виразить благодарность Сергею Осиеву за сверла. Ходовых размеров, подогон, просто шикарный подгон. Как раз они сейчас в работу идут. Это сверло на 10,2. Материал просто шикарнейший. Обороты я скинул до... Сколько? 160. Правильно? Правильно. Самая маленькая посылка, диаметр великий. И нужно сделать луночку. Вот так вот. По этой луночке будет потом идти отрезка болгаркой. Та-дам! Теперь надо эти блинчики торцануть. Один и другой. Да, так получилось, что один хуже за дитой. Цей сильнейший. Ну ничего, миллиметров 9 останется. Потом сделаем ступенечку и будет то, что надо. Во, креплю блинчик так, чтобы был тут вынос. Вынос обеспечивается таким вот подшипничком 201. Да. Так вот. Потом все это дело пристукано. И висталено, чтобы максимально не вилело. Чтобы было ровно. Торцую, делаю уступ. Чтобы надевалась катушка. Другую так само. В итоге получилось два таких чудеснейших блинчика. Ширина 10 миллиметров. Широкая ступенька 5,5. Маленькая 4,5. Так мне получилось. Там можно сделать 4х6, 5х5. Как хотите, так и делайте в диаметре. Наружный 65, 66. Внутренний обязательно 52,5. И тут, и тут. И дело в том, что одна из катушек оказалась 53. Другая там лежит 52,5. Я сделаю поменьше. Чтобы не было в будущем проблем. Теперь надо найти болт M10 на 100 или на M10 на 120. Это будет воська, на которой будет вращаться наша катушка. Итак, сейчас попробуем сделать крепление для катушки. Дню уже будем дальше стартовать в плане размещения протяжки. Что хотелось сказать. Внимательно димуся. Welding wire. Сварочная проволока. Так, плохо видно. Но идея в чем, что четко написано 5 кг. Купил катушку с проволокой у знакомых. И дядя Леша мне говорит, ты это взважил ради интереса. Я взважил. Оказалось, 4 кг. Да, вот так вот. Главное, тут нигде не написано, что это 5 кг. Она выдается как бы 5, но она не 5. На самом деле тут 4 кг. Теперь начнем с простейшего. Ось я отметил от краю 10 мм. Тут тоже 10 мм. И с помощью шайбы, вон уже есть пометка, где надо сверлитись. Сейчас сверлимся последовательно до диаметра 10. Прикручиваем оську с гайками. И дальше посмотрим, что делать. Во, оська уже на месте. Теперь туда надо накидать шайбу. Во. Катушку, с верху шайбу, пружину. И можно думать дальше. Во, дядя. Гайка. И с колечком. Вже не открутится. Крутится оно, в принципе, не туго. Притом оно подтормаживается. Чтобы не было разматывания катушки. Вне произвольного. Теперь нужно взять рукав и посмотреть одну интересную штуку. Вот такая особенность по лавтома. Что рукав, точнее пружинка, яка из него виходит. И, конечно же, она должна практически упираться в точку соединения ролика с подшипником, либо двух роликов. То есть, ось роликов не может быть ближе сюда. Вона может быть дальше туда. Ну, а в идеале вона вот тут вот. Как раз. То есть можно карандашом пометить. И дальше заниматься компоновкой. Пока что зростаётся только такая концепция. Двіятель максимально вверх. Вот так вот ролик. Вот так вот ролик. Вот тут будет швеллер 120. Так. Что-нибудь видно? Да, наче видно. Тут ось рукав. Да, как-то так. Так. Тепер предстоит задачка не из самых простых. Взяти швеллер 120, то есть он же 12П, с надписью НЕТР, чтобы никто не трогал. И отпиляти оцего швеллера максимально ровно. Прямоугольничок 140. Так, 120, так 140. Потом мы одну полку отрежем. Она мне мешает. Такая будет Г-образная штука, кронштейник. Теперь мне нужно одну из полок вот так вот отрежать, чтобы получилась Г-образная конструкция. Чего я ее не зигнул, просто з листа. Да дело в том, что швеллер... О, он не в профиле. Швеллер – это жестко. Швеллер – это классно. Поэтому так. Такая швеллера получается Г-образная загогулина. Я ее там запчистил. Красиво сделал. А это была полка. Да. Два болгарочки постарались. Да и я за них трюк и держался. Так, слеганца. Ну что, пообираем. Теперь заусенцы наточилки. Теперь буду сверлити отверстия для крепежа цього кронштейна. Будет це 6,7. Нарезана рязьба М-8 шага 1,25. На каналі це було вже 300 тисяч раз. Когда я делал вот этот пресс, там таких рязьб было немерено. В общем, сейчас сверлю, режу рязьбу. Двигаемся дальше. Дальше настоящий гемор розмітити точки. Тут будет центральное отверстие, такое великое. Тут будут три отверстия для крепления. На что обращать внимание на то, чтобы это отверстие не было сильно близко до краю. Между центром и отверстиями одинаковый радюс. Расстояние между отверстиями одинаковое. Должны быть сверли 6,5 мм. Тут на 8. А дальше будем, наверное, балериной рассверлить. Воно то, в общем-то, и туда, вроде бы. Так, мотор ще можно поднимать. На изоляторе это дело поднимем, насколько надо будет. Ну, в общем, с центральным отверстием промах. Надо робити его с запасом. По этим отверстиям, в принципе, куда-то туда. Ну, это трошки промахнулся. Пару миллиметров. Ну, да, промахнулся, мягко говоря. Зато по цим трём болтам всё красиво. Вот так вот со смещением будет сейчас отверстия. Я использую метод улыбки. Він же метод сонечка. Він же метод последовательного высверливания отверстий. По кругу просверлим діаметром 4, потом діаметром 6, наверное. Воно должно выпасти. Да, не дуже красиво, но зато технологично. Проблема в том, что если бы я попал сразу, можно было попробовать мою баллерину. С одной стороны, с другой, потом как-то его выбить. А тут не взять. Тут прийдется рассверливать. Вот так вот получилось. Красотища. Сейчас ножиком оцей от лестамески по перерубу и соединяшки. И я думаю, серединку можно будет вытянутить. Потом трошечки на пилингу и будет классно. Не перестаю благодарить своего подписчика Сергея Сєва за шикарнейшие тиски. Если бы не эти тиски, то капец мне бы. Попробую сделать такие вот загогулянные геобразные детали, такие вот отверстия. Тиски просто бомба. Та-дам! Получилось. Вот эта сердцевинка. Ножичком это все дело потрощечку так вот подстукав. Там, где толсте, потом оно отломалось просто. Ну так вот. Сейчас трошки на пилингу. И я думаю, должен наживиться наш редуктор сюда. Як сказать. Та вини без на пилингу, в принципе, сюда надевается. Получается, якось так. В качестве ролика, примерочно, использую подшипник. 202, по-моему, по памяти. А вот и протяжка темпа. Ну, что можно сказать. Я думаю, мы эту конструкцию будем так или иначе повторять. Так. Оцей от солдатик мы будем робить. Печите заново. Крепление тоже будет с помощью винтика. Нема смысла в цей різьбе абсолютно. Дальше. Дальше. Деаметр основного ролика. Сколько он тут? 29,64 Надо сделать его больше Потому что камазовский редуктор Тихоходнейший и крутится медленнейший Хорошо Подшипники Наружный диаметр 26 мм Интересно, что это за подшипник такий И внутренняя устья в него болт М8 Вот так попала автомату Куплены метизы В очередной раз Сколько раз я их купил И такие болтыки Куплены для подшипника Номер подшипника 629 Во Кстати, параллельно он делает подставки Для машины Сегодня поварил нижнюю часть, покрасил Завтра верхушки поделаю В общем, это будут подшипники Для подшипника Будем двигаться дальше Пока на Т3 Десь едут запчасти на почте Займемся сваркой Сейчас будем конструировать ролик Ролик будет составный Как известно, хорошие ролики имеют закалку А закалку мне не сделать, потому что термопечка еще не сделана Спасибо Роману Пилипеву Луночка, канавка под проволоком По центру будет Снаружи обоймы Потом сделаем вставку На которую запрессируем Эту обойму И будет она у нас Вечная Все, подшипник уже Разбранный Принцип простий Глупо, что таким Гвездком по заклепкам На сепараторе Пока сепаратор не развалится Потом шарики в одну кучу И вытягиваешь обойму В принципе, я это уже показывал Даже отдельное маленькое видео есть На канале Кто захочет, то и найдет Сейчас попробую сделать Вот такую V-образную канавку Сделал пометку, чтобы посередине Нарезать ее Глибина примерно 0,5 мм должна быть Проволока 0,8 Книжка пишет, что глибина под проволоку должна быть 60% диаметра проволоки Если будет 0,4, то тоже неплохо Оно, конечно, точится О, с огоньком точится Резець пришлось подточить Тут важно, чтобы он был не сколотый Имеется в виду, что это вершина Чтобы не сколото было Ну, нормально, в принципе Правда, по глубине никак не сориентируюсь Сейчас еще трошечки, наверное, добавлю глубины И оставлю, а там видно будет Хватит, наверное, чтобы не очень глубоко его делать В общем, я его еще немного точну Так, как профиль показать А кто знает, на фоне чего его показать Старался V-образный делать Глибина примерно 0,5 мм Может 0,45 Трошки сбилось не по центру Ну, и сдержки производства Ладно Теперь надо сюда сделать основание И будет ролик Начинаю точить вставку Из неведомой железяки Красотища Проблема тут в том, что Оце вот кольцо Воно имеет два внутренних посадочных пояска Причем диаметр вот так И вот так вот Диаметрально там отличается на 2 сотки Есть колечко больше Там, где 19,7 Есть колечко меньше Там, где 19,65 Примерно В итоге я вот позначил больше Больше начинает лезть То есть наша задача Отпилять болгаркой Намазать красным герметиком И под пресс А там оно схватиться на вики разом И можно будет тогда уже завтра Торцувати, там, розтачивать внутренние конусные отверстия Кольцо всередині намазане красным золиксом Фіксатор неразъемный, неразборный Ця штучка тоже смазана Сейчас я это все дело состикую И прессом прессоню Самое главное в этом деле Чтобы наша обойма не триснула В самый неподходящий момент Та не, в принципе Не туго Не плотно О, вот тут уже плотнейше Все Все, воно уже на месте Теперь наша задача Подождать, пока воно основательно схватится А ждать надо сколько? Правильно Сутки Сутки надо ждать И так пройшло уже несколько дней Вернемся до нашего ролика Який потенциально може бути невбиваемый Тут виступание осталось Поэтому его нужно старцевать Потом Поскольку клуночка оказалась трохи не по центру Сделаем ее, чтобы она была двинута Значит, с этой стороны нужно сделать Выборку Под гайку Потому что ширина будет лишняя По всей видимости А с этой стороны Протарцуем И сделаем Конусное отверстие На диаметр 2 На 5 миллиметров То есть уклон 1 к 5 Это значит, что надо каретку повернуть Примерно на 11 градусов При нарезании этого конуса Торценем На 5 делений Это 0,25 Лес рубят Щепки летят Я думаю, пора сделать и сверление Как всегда, начинаем С центровочного сверла А потом сверлом восьмерочку Теперь рассверливаю это дело сверлом на 8 миллиметров А теперь делаю росточку для гайки Дело в том, что длина вала не вела И гайки не хватит Если весь ролик шириной 14 миллиметров Туда зарядить Поэтому гайка должна быть трохи утоплена Утоплена не трохи, а на 7 миллиметров На половину глибины Хорошо, поехали Вот так по троху буду заглиблятися Пока не дойду до глибини в 7 миллиметров Все, проточка глибиною 7 миллиметров готова Получился якийсь такий конус Сейчас что-то у меня почувствует, что я промахнулся с углом Ну ничего, будем пробовать Окончательно Крался незаметно, показываю А почему оно виляет? Так, конечно, оно будет вилять Вот вся оська Все легко и просто Выставил примерно по центру Дивимся биение Вот здесь четыре сотки Четыре сотки биения получается Но это еще не все А все это ось И вот той поясок Вместе с резьбой Дуже сильно люфтят Надеюсь, видно Так виднейше Цилиндрическая посадка в норме А с накладкой проблема И резьба тоже Но резьбу не надо брать за основу А вот этот торец нужно подобрать И вот это проточить И это все сделать в люнетове Во Хитрая установка в виде люнета Обратных кулачков готова Тут угол я не сбивал Поэтому все должно получиться Так, это нужно обрабатывать ту поверхность Оцю сторону Поэтому резьбу, наверное, надо поменять Включить обратные обороты И будет все классно Запускаем нашу хитрую установку в измези И обратные обороты Сейчас мы тут все настроим Получается пока что так Тут тоже вопрос Что сильно багато снимать нельзя Но уже бьения почти немае Получается такий от конус От предыдущих зубьев Виступов Тут чуть-чуть остались сліда Еле-еле видно Ті полосочки Это для того, чтобы минимальное количество металла снимать Ось уступ, подібраний Извиняюсь, через люнет Плохо видно Так вот его, наверное, должно быть видно Не фокусируется Ось ступенька Это для того, чтобы шайба с гайкой Там нормально затяглись Трошки еще подточного тут Резьбы Понаружи Чтобы резьба не перекрашивала ролик И получаем вот так Ось как бьет А сам ролик Если бьет, то не дуже Поскольку тепер Підточенный конус Сів глибше То Мой ролик Вот он Он уже упирается в корпус Что есть плохо И не хватает Буквально Півмиллиметра ему А эти півмиллиметра Їх нужно Тут Сняти В виде такої проточки Ну, как вот тут Только с обратной стороны Ну, это совсем другое дело Да, бьение есть Но оно совсем минимальное Осявый люфт Также есть Невеликий Ну, буквально Десятку-дві Я уже не ставил его сильно увеличивать Чтобы не прослабливать А там посадочное То, что каждый снятий Миллиметр Это уменьшение Висоти конуса По дальнейшему Развитию событий У меня есть подсказка В виде пола автомата Темп В принципе Можно повторить Цю конструкцию И особо не заморачиваться Идея в том Что есть два коромысла А таких вот Такая вроде как Треугольная Трохи они Тут стоят подшипники Подшипники я уже купил Болты Расстояние между осями Тут 30 миллиметров А тут 60 То есть уже 35 А тут порядка 50 Там пружина Ну, в общем-то Отакие мы сейчас будем повторять Мы тут с чипмейкерским Котиком Симоном Пытаемся Сконструировать Протяжку Что получается Что пока не получается Пару слов Изначально я хотів Її зробити так Як на темпові Но Вилезли бока Какие самые Ося там зроблены Ось подшипника Ось коромысла В одний плоскости Тут не получится То, что тут Дуже близко до краю Так, это первое Другое Вот тут вот Будет идти Пальчик О той З рукава И будет ему Тисно Дуже В общем Не получается Хочу зробить На виворот Систему А тут делаем Два отверстия Диаметром 8 Ставим оттуда Болты Та будут Ося качанья Коромысел На коромыслах Вот тут понад Болтами Вони проходитимуть Будуть подшипники Один, другий Тут краї Між краями Пружинка на розжимання Ну еще десь Заведем Проволочку Я думаю Должно все Получиться Якось вот так От воно Получается Для того, чтобы Реализовывать Цю схему Пришлось Викинути Шайбы Оттут Шайбы Оттут Ті 2 мм Які Значально Планировалися Були украдені Коли пришлось Підтачувати Отой конус На валу І рулик Сів глибше Ну ничего Тепер нужно Зробити Два коромисла Одне коромисло Тут Друге коромисло Тут Між ними Пружинка Дальше З бумаги Вирізав Такий макет Тут расстояние Між до осями 40 мм А тут До краю 80 Ну тось Один к двом Получается Речак Якраз То, що надо Можна сделать Один к трьом Ну то вже Наверное Занадто Слишком буде Длинный Тим более Там ще Там ще Коєшо Буде стояти Сварки В общем Отак Тепер Попробую Реізувати В металі Зроблю другу І будем Двигатися До установки Пружинки Перве Коромисло Похоже На то Що мені Надо Прижимаю Подшипник Тепер Надо Зробити Коромисло На цю сторону В принципі Симетричне Але тут По отверстям Трошки Нюанс Тепер Нужно Приварити Направляйки Для пружинки Направляйки Для пружинки Зделані Будуть Із двох Болтів На них Будуть Гайки Ну і все Поймати Для того Щоб Красиво Приварити Іспользував Отаку Гайку Длиннену Всередину Засунув Два Гроварка М3 Щоб Наверняка Болтини Стикнулися Шляпи В одній Плоскості Зараз Приварюю Обварюю І можна буде Ставити Пружинку Пружинку Получається Якось Отак Воно Все Водної Плоскості Примерно Оце Тут Стоятиме Пружинка І розжиматиме Наші Коромисла Ці Коромисла Прижиматимуть Подшипники О Болт От болта Два міліметра Примерно Тут було Два Гровара Вони Випали Все класно Лізьба Прочистилася Гайкою Кріпити Тепер І прижимати Єчем Отак Ось Ось Воно Встає В корпусі Надо Тепер Придумати Кусок Оплетки З мопедного Тросика Яким Образом Його Прикріпити От тут Для того Щоб Через нього Входила Проволка І воно Направлялося Саме Просте Що вдалося Придумати Це Така Висока Гайка З різьбою М5 І Я Просверлив Отвірсті На 4,5 Міліметра Якраз Тросик Туда Входить А він Тільки Буде Піджиматись Я Що Зроблю Правильно Полуавтоматом Прихватю От тут І от тут Тепер Надо Якось При сварки Защитити Подшипники Щоб Не попорти Їм обойми По По цим обоймам Йде проволока І Надо Щоб Воно Нічого Не Случилося Вон Направляйка Вже Приварена Правда Приварена Трохи Криво Ну В принципі Тона сильно На погоду Не вліяно Перфекціонізм Недоволен Ну Та ладно Пойдет Воно І так Нікуди Воно Не дінеться Тут Воно Гібке Тепер Заряжаємо Пружину Заряжаємо Всі шайби І Двигаємося Далі Отака Получається У нас Протяжка Отут Гровар Підмощений Зверщайте Внимання Щоб там Ніде Болти Не затиралися Тільки Отут Довжні бути Шарніри На яких Не повністю Затянуто Ну то есть Люфт Мінімальний Довжен бути Щоб коли Так от Ця пружина Ще не сжати А коли Так от Нажимаєш Щоб воно Нічого Ніде Не закусило Тепер Можна Пружину Поджать Гайками Натягнуть Зарядити Кусок Якоїсь Проволоки Сварочной Подать питання І подивитись Як воно Їде Сейчас попробую Як роботи Протяжка Провода До сварки Ооо Все крутиться Нічого Ніде Не б'є Ролики Подшипники Копірують Ролик Все клас Сейчас Десь метр Проволоки Займею Та спула Автомата Попробуємо Як воно Толкає Проволку Ну що Попробуємо Довольно Волнительний Момент Тааа Ой Хорошо Проволка Поїхала Поїхала Проволка От так от Проволка Йде І затягнення Протяжного Механізму Підходить до Конца Зробив Таку Боночку Міжду торцом І осью Отверстия 15 мм Отверстия Діаметром 12 мм З двох сторон Різьба М8 Через цю боночку Буде крепитися Рукав Через який Буде їхати Проволка Нужно Просверлити Отут Отверстия По Лінії Суприкосновення Роликов І Прикрутити Болтом Соответствующей Длини Оцю боночку В общем Уважаю Мі колеги Получилась Отака У мене Протяжка Протяжний Механізм Для проволоки Для саморобного Полуавтомата Можна Сказать Готовий Він Трехроликовый Ролик Ведучий Моєй Конструкції Должен Будь Неубиваемый Подшипники Два штуки Коромысла Тут Буночка Для того Чтоб Рукав Сюда Підсоединяти Ну а тут Підключим Питання Ну я думаю Тобже В следующей серії Думаю Следующая серія Буде Не менее Увлекательна Чем ця Спасибо Что Дивилися Спасибо вам За то Что Интересуетесь До новых встреч Вам был Дядя Коля Суббаса Денуле Ден